Всем привет! Это маленький, но тем не менее жизненно важный гайд для подрастающего поколения хатлайнеров. Вот, подрастающие поколения хатлайнеров, которые после прохождения игры на пиротке, начинают смотреть прохождение различных кастомных уровней и кампаний с фулл комбо и ноу дес. И у них, конечно, возникает желание купить игру, чтобы тоже влиться в этот кастомный фулл комбо ноу дес поточек. Но сегодня я вам докажу, что для наслаждения кастомным контентом подойдет даже пиротка. Мало кто знает, но официальная и пироточная версии игр так или иначе создают папки на диске C, которые обычно находятся по пути, которые я вам сейчас показываю. Данная папка в дальнейшем нам еще понадобится. А пока что вам нужно зайти через браузер в мастерскую Steam, найти там горячую линейку 2 и определиться с кастомным уровнем или кампанией, которую вы бы хотели пройти. После этого вам нужно скопировать ссылку на страницу кастомного контента и вставить ее в любой Steam Workshop Downloader, который поддерживает эту игру. После чего у вас начнется то же самое, что и при обычном нажатии на кнопку подписаться в мастерской. Вообще, если такую штуку рано или поздно забанят, то вы всегда можете попросить друга, который уже влашился в экономику шведов, приобретя себе дауншутер видом сверху, сделанный из PNG-картинок, и скачать этот контент нормальным способом через кнопку подписаться. Главное знать путь, куда скачались эти файлы. Но так как мы сегодня делаем все сами, своими руками, то и путь нам нужно обязательно знать. В этом пути у вас могут отсутствовать некоторые папки вроде Levels, Single или Compaigon, так как пиротка не приспособлена к тому, чтобы в нее вливали материалы из мастерской, и нам придется самим дописывать недостающие папки. Если что, папка Single отвечает за одиночные уровни, которые не были собраны в единую компанию, а папка Compaigon как раз наоборот создана, чтобы вы закинули туда папку именно с компанией. Кстати, в этой папке содержатся все уровни компании, а также ее превьюшка в мастерской Стима, то есть прикиньте, ее нужно не где-то в Стиме ставить, а реально закидывать в папку с контентом под названием Screen PNG размерами 500 на 500 пикселей. Итак, если вы добрались до этого момента и у вас ничего не сломалось, то поздравляю, ведь немногие из поколения подрастающих хатлайнеров с этим справятся. Теперь осталось лишь выполнить просьбу автора о том, что для полного экспириенса нужно еще и моды скачать, а также саундтрек. Обычно они, авторы, оставляют ссылку на какой-либо облачный сервис хранения данных, чтобы любой хатлайнер мог скачать эти файлы и закинуть их в нужные папки, чего уже мастерская не в силах сделать автоматически и приходится пользоваться такими вот костылями. В общем, нажимаем по замаскированной ссылке, далее подтверждаем, что мы понимаем всю сущность бытия и переходим на облака, откуда и скачиваем требуемые файлы. Вообще моды или моды обычно встраивают в папку с компанией сами авторы этих компаний, но сейчас конкретно мы рассматриваем все возможные и невозможные варианты, чтобы вы знали, что делать и не терялись, если модов в папке с компанией нет, из-за лени автора, либо из-за того, что там присутствуют мега классные моды, которые даже стандартный лицензионный хатлайн, не в силах удержать в папке mods. А саундтрек это уже отдельная тема для разговора, к которому нам тоже следует подготовиться. Пожалуйста, зайдите в корневую папку, то есть вот не в эту, где хранятся сингл и компайган, а вот в эту нормальную, адекватную человеческую папку, которую я вам показал в самом начале. Если вы не знаете, где эта папка, то, скорее всего, вы запускали свою перотку через ярлык на рабочем столе, а значит, вы можете нажать правой кнопкой мыши по ярлыку и далее уже узнать расположение файла, если он, конечно, был взять из этого корня, а то я не знаю, куда там ее скачали. Ну, в общем, так, итак, в этой папке находится самый важный файл, который не только сделал популярными шведов, но еще и многих других мюзик-мейкеров, таких как Мун, Пертурбатор, Эль Хуэрова, Скатл, Магический Меч и Джаспера Бирна с другими не менее клевыми ребятами. Да, это файл, отвечающий за музыку в игре, и вам, как пироточникам, нужно сохранить его в целостности где-нибудь, где вы про него не забудете, его не покроются плесенью, так как такая роскошь вам непозволительна, в отличие от лицушников, у которых всегда под рукой есть проверка целостности файлов. Итак, копируем этот золотой граммофон, после чего скачиваем уже другой, точно такой же файл от создателя компании, чтобы в дальнейшем внедрить его в корень путем замены теневого клона оригинального файла HLM2 Music Desktop. Отлично, теперь осталось самое сложное. Мы должны перейти в нашу пиротку и найти там способ запуска кастомного контента. Вот тут конкретно я в начале своей карьеры хатлайнера хотел нажать то ли продолжить, то ли на новую игру, но вот вам мой совет. Игнорируйте эти первые две кнопки и идите сразу в редактор, после чего наступает настоящий ад для людей, привыкших к управлению мышкой. Ведь в меню здесь все дальнейшие перемещения возможны только определенным набором клавиш. Поэтому над многими начинающими хатлайнерами нависает непреодолимый барьер, из-за которого они не могут понять, как им добраться до кастомного контента, из-за чего над ними посмеиваются профессиональные фулл-комбисты, уже привыкшие к управлению. Поэтому, чтобы выработать этот рефлекс на уровне мышечной памяти, нужно заходить в игру как минимум 5 раз в день и нажимать Escape с табом, энтером и со стрелочками, тренируясь не только в игре, но и в меню. Так как вы пироточники, то забудьте про вкладку Uploads и Downloads, ведь ничего выложить и скачать вы не могете, поэтому сразу при входе в редактор жмите Escape, но не для выхода, а для того, чтобы из сингл-левелов переключиться на кампании с помощью стрелочки влево. Далее жмите Enter, чтобы дать понять игре, что тут есть ваша остановочка, после чего уже можете выбирать, каким кастомным контентом хотите насладиться сегодня. Как мы видим, в игре появились вещи, которых раньше в ней не было, но все это на самом деле рей-скин обычного хатлайна. Но тем не менее, способ пока что рабочий, но я все-таки рекомендую вам проспонсировать шведов и приобрести лицензионную версию игры по скидке за 80 рублей, как это сделал я, чтобы не только потреблять кастомный контент, но и создавать свой собственный, выдирая все волосы от местного левел-редактора, а также моддинга. Ставь лайк, если нравится, когда вещь, которую можно сделать за 2 секунды, объясняют 8 минут. Ябда!